Вторая глава книги пророка Агея. В седьмой месяц, в двадцать первый день месяца, было слово Господне через Агея, пророка. Скажи теперь Зарвавелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Иоседекову, великому Иерею, и остатку народа. Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? Но ободрись ныне, Зарвавель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Иоседеков, великий Иерей. Ободрись весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо Я с вами, говорит Господь Салаф. Завет мой, который я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь, ибо так, говорит Господь Салаф, еще раз, и это будет скоро. Я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом этот славою, говорит Господь Салаф. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Салаф. Слава этого последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Салаф. И на месте этом Я дам мир, говорит Господь Салаф. Двадцать четвертый день девятого месяца, во второй год Дария, было слово Господне через Агея пророка. Так, говорит Господь Салаф, спроси священников о законе и скажи, если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей, и полою своею коснулся хлеба или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным? И отвечали священники и сказали, нет. Потом сказал Агей, а если прикоснется ко всему этому кто-либо, осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым? И отвечали священники и сказали, будет нечистым. Тогда отвечал Агей и сказал, таков этот народ. Таково это племя передо мной, говорит Господь, и таковы все дела рук их, и что они приносят там, все нечисто. Теперь обратите сердце ваше на время от сего дня и назад, когда еще не был положен камень на камень в храме Господнем. Приходили, бывало, к копне, могущей приносить двадцать мер, и оказывалось только десять. Приходили к подточилию, чтобы начерпать пятьдесят мер из подточилия, а оказывалось только двадцать. Поражал я вас ржавчиною и блеклостью хлеба и градом все труды рук ваших, но вы не обращались ко мне, говорит Господь. Обратите же сердце ваше на время от сего дня и назад, от двадцать четвертого дня девятого месяца, от того дня, когда основан был храм Господень. Обратите сердце ваше, есть ли еще в житницах семена, да сели ни виноградные лоза, ни смоковница, ни гранатовое дерево, ни маслина не давали плода. И было слово Господне к Агею вторично в двадцать четвертый день месяца и сказано, «Скажи Заровавелю, правителю Иудеи, потрясу я небо и землю, и не спровергну престол и царств, и истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих на них, и незринуты будут кони и всадники их, один мечом другого. В тот день, — говорит Господь Саваоф, — я возьму тебя, Заровавель, сын Салафиилев, раб мой, — говорит Господь, — и буду держать тебя, как печать, ибо я избрал тебя, — говорит Господь Саваоф.